После того, как я заработал деньги на своих первых двух домах, я пошел к бухгалтеру, который мне сказал, вы должны срочно открыть компанию с ограниченной ответственностью, иначе ваш личный доход за год будет привлекать огромную сумму налогов. Я могу вам дать выбор из нескольких готовых компаний. Все мы знаем, какую компанию я выбрал. Я попал в строительный бизнес в нужное время. В 1978 году, купив новый дом, вы получали отделку, выбранную строителем. Если вам везло, у вас мог быть выбор, скажем, между синим или розовым набором для ванной комнаты. Но у вас была бы кухня, которую выбрал сам застройщик. Я решил пойти другим путем. Распределять участки между клиентами, а затем помогать им разработать их собственный дизайн отделки. У нас было несколько проектов домов и бунгало, и мы могли адаптировать каждый дом под заказчика. Когда вы так тесно работаете с клиентами, вы действительно многое узнаете о людях. Один конкретный случай навсегда останется в моей памяти. Однажды ко мне в офис пожаловал молодой человек. Ему нужен был большой дом с четырьмя спальнями. А за ним в кабинет тихо вошла странно выглядящая жена. Женщина смотрела в пол, а не на меня, что, как теперь я понимаю, является очень плохим знаком. Если строите на заказ, вам приходится постоянно сотрудничать с вашими клиентами. И поскольку ее муж был занят на работе весь день, на мою долю выпало обсуждать детали с его женой. Я пытался согласовать с ней дизайн кухни, но она ни на что не соглашалась. Я решил, что должен набраться смелости и откровенно поговорить с ее мужем, когда в следующий раз увижу его одного. Увидев его, я сказал, «Боюсь, с вашей женой невозможно договориться». А затем сел и стал ждать взрыва. Его ответ был таков, «Вы думаете, с ней трудно иметь дело? Тогда вам следует познакомиться с ее матерью». Слава Богу, этого мне удалось избежать. Хотя дядя оставил мне достаточно денег, чтобы полностью посвятить себя строительству, я всегда нуждался в большем капитале. Просто представьте себе, первое, что вам нужно сделать, это купить землю. Это самые большие расходы. Дорога должна быть построена. Это еще больше затрат. И только потом можно приступить к самому строительству. И вам очень повезет, если вы вернете хоть пенни, пока оно не будет завершено. Конечно, я бы хотел, чтобы банк вкладывал мое дело как можно больше. Но они всегда ждут от заемщика существенного вклада. Итак, в начале моей строительной карьеры я встретил некоего Эдварда Роклинса, к сожалению, теперь уже скончавшегося. Он оказался самым значительным человеком в моем деле. Эдвард избегал налогов, живя на острове Джерси, при этом владея огромным куском земли в Линконшерри. Налоговые инспекторы отчаянно пытались заполучить его, но Эдвард всегда был на шаг впереди. Когда он был в Англии, то ездил на ладе, тем самым делая себя незаметным для любопытных представителей налоговой инспекции. Тем не менее, любая сделка отслеживалась, поэтому игра заключалась в том, чтобы показать продажу по минимально возможной цене. Для этого можно было отложить любую финансовую операцию до тех пор, пока готовый объект недвижимости не будет продан покупателю, после чего общая стоимость земельного участка может быть скорректирована. Это было замечательно для меня, потому что мне не нужно было платить за землю, пока деньги не были получены от заказчика. И Эдвард знал это. Мы встречались каждый раз, когда я был готов к новым застройкам, и он всегда настаивал на неподъемной цене. Но так случилось, что у него была слабость, которую я безжалостно использовал. Он был очарован огромным электронным органом, который мне стоил около 11 тысяч фунтов. И был одним из немногих людей, которым действительно нравилось слушать, как я играю на нем. В результате наши переговоры проходили путем уникальным в истории бизнеса. Вот как это было. После того, как моя жена Верлейн угощала его чашечкой ароматного чая, мы начинали переговоры, и вскоре выяснялось, что последняя цена Эдварда была на миле выше моей. Когда казалось, что прийти к соглашению невозможно, я говорил, «Между прочим, Эдвард, я только что выучил потрясающее музыкальное произведение. Хочешь послушать?» «О да, пожалуйста», – следовал ответ. Затем я отправлялся в музыкальную комнату и изумительно исполнял его любимые композиции. Наконец мы возвращались в мой офис и приходили к мирному финансовому соглашению. Однажды он привел с собой свою девушку и был очень потрясен, что когда я закончил играть, у нее в глазах стояли слезы. Мы никогда не узнаем, случилось ли это из-за моей эмоциональной игры или она плакала от того, что я испортила ее любимую мелодию. Именно тогда я сделал свой первый идиотский ход. Несмотря на то, что мне уже на тот момент не хватало наличных и уже являясь владельцем новенького Jaguar XJ6, я купил дорогую спортивную машину, заплатив 13 500 фунтов стерлингов за поддержанный двухместный Jaguar J7-2SS. Jaguar J7-2SS. Мы видим, как наследство тает на глазах. Орган, две дорогие машины. Это отступление от меня. К тому времени у нас уже было четверо детей. Моя жена не очень любила открытые машины, так что эта покупка была совершенно бесполезна для нас, если не считать красивого вида. Когда Jaguar прибыл на трейлере, я по очереди повозил каждого из детей по кварталу, и это было все, что мы с ним сделали. Расточительство семейных финансов, которым я занялся после получения огромного наследства, началось. Наша компания продолжала преуспевать. Мне особенно повезло с двумя сотрудниками. Марк Уоткинсон, очень опытный менеджер по строительству, руководил строительством и был со мной до конца. Кэрол Моур была более необычным назначением. Она пришла работать уборщицей, но, очевидно, была способна на большее. В конце концов, она отвечала за продажи и за все особые требования клиентов, в частности, дизайн кухни. Она тоже была со мной до конца. Другим значительным землевладельцем в тот период был Джим Эшли Роджерс. Вместе с коллегой он приобрел большое поле в Уотхолл-Спа в Линкеншее и сумел получить разрешение на строительство большого поместья. Мы разрабатывали его в несколько этапов с пятилетним соглашением о покупке от 4 до 8 участков в год. Немного рискованно. Хотя в какой-то момент мы чуть не разорились, когда продажи упали, а деньги опять почти закончились. В конце концов, все прошло хорошо. Джим страстно увлекался авиацией и у него был собственный самолет, честно, не знаю, как точно читается, зарегистрированный в качестве пилота-стажера. Он оплатил свои уроки пилотирования после войны и сейчас наверстывал упущенное. Он убедил меня тоже брать уроки пилотирования, которые мне очень понравились, за исключением того, что у меня совершенно отсутствовало чувство ориентации. Когда я встретил вице-маршала авиации на вечеринке и описал ему свои навыки, как только я закончил, он бросился в другой конец комнаты, чтобы сказать моей жене, что если она не остановит меня немедленно, я убью себя. Она, конечно же, так и поступила. Несмотря на удовольствие, которое я получал от игры на органе, у меня все еще была тоска по хорошему роялю. И однажды я заметил красивую Ямаха в музыкальном магазине в Линкольне. Владелец, очевидно, очень хотел продать его. И хотя это вполне обычно для продавца, было подозрительно странно, насколько он снизил цену, когда я начал переговоры. Я быстренько выписал ему чек, прежде чем он передумал. Рояль был доставлен должным образом через несколько дней, и я имел его в течение многих лет. Продав его только тогда, когда много лет спустя у нас не было денег. Я помню, как показывал своему покупателю оригинал счета, и он был поражен ценой, которую я заплатил. Правда, выплыла наружу примерно через 20 лет после первоначальной сделки. По удивительному совпадению, я рассказывал эту историю настройщику пианино, с которым я связался через желтые страницы. За много миль от Линкольна. И он сказал мне, что после той сделки произошел огромный скандал. Судя по всему, Ямаха была взята в аренду той мастерской, и парень не имел никакого права его мне продавать. Мне очень повезло, что я по какой-то причине не был вовлечен в тот скандал. К тому времени мы прочно обосновались в нашем красивом просторном доме в Сандбруке, недалеко от Линкольна. Наш бизнес расширялся, и мы начали думать об образовании детей. По своему невежеству мы считали, что чем больше мы потратим на образование, тем лучше. Мы отправили троих мальчиков в лучшие частные школы. Двое моих старших сыновей ходили в одну школу, и мы довольно хорошо знали директора пансиона и его жену. И они были хорошими людьми, но вскоре стало ясно, что миссис Грин слишком сильно пострадал от ее властных родителей. Однажды мы пошли навестить мистера и миссис Грин, и нас провели в красивую гостиную с роялем в углу. Я хотел произвести впечатление, поэтому сказал, я работал над вторым фортепианным концертом Рахманинова, ожидая реакции. Он не такой сложный, как его третья небрежно сказала миссис Грин. Я был обустошен. Я бы возражал, если бы она не была абсолютно права. Но возвращаемся к теме образования. Со временем оказалось, что ни один из трех моих сыновей не видит в своем опыте в частной школе какой-либо значимой ценности. Однажды моя жена показала мне рекламу загородного дома с девятнадцатью акрами земли, теннисным кортом, бассейном, конюшнями и черт знает чем еще. Компания, заинтересованная в продаже этой недвижимости, планировала разделить ее на восемь владений. И мою жерну Верлейн заинтересовало главное строение. И тут вошел самоуверенный муж, то есть я, и заявил, если кто и разделит этот особняк, то этим человеком буду я. Таким образом, купив его весь. Это была сделка в 220 тысяч фунтов стерлингов. И если бы мы немедленно приступили к разделу, это не было бы таким непосильным бременем для наших финансов. Кстати, сейчас этот дом стоит несколько миллионов. Но что настало за жизнь? У меня был офис в доме, и в обеденное время было чудесно пройти через двор к бару в здании из бассейна. Поплавать, а потом и выпить джин с тоником. Было неизбежно, что и моя жена, и я сочли соблазнительным отложить раздел особняка на как можно более длительный срок, создав огромную дополнительную нагрузку на наши уже на тот момент иссякающие финансы. Перебравшись в самый большой особняк в деревне, мы по понятным причинам начали привлекать к себе внимание. Меня попросили возглавлять местную ассоциацию консерваторов. Предполагалось, что ты был консерватором, если жил в самом большом доме. И самым интересным посетителем на нашей винной и сырной вечеринке был мистер Дуглас Хёрд, теперь лорд Хёрд, министр внутренних дел в правительстве миссис Тэтчер. За несколько дней до визита к нам приехала полиция, чтобы проверить дом в преддверии визита. Они пришли в ужас, когда открыли люк, который вел в подземелье, и увидели новую электрическую проводку, проложенную внутри и уходящую вдаль вне поля зрения. Это было примерно во время взрыва в Брайтоне, проведенных Ира. Поэтому власти были очень осторожны. Когда я сказала им, что наши дети использовали подземелье как игровую и предположительно иногда нуждались в свете, они настояли на том, чтобы позвонить им в школу-интернат для того, чтобы получить подтверждение от детей. В итоге все успокоилось, и сам прием прошел великолепно. На этом, мои дорогие, мы сегодня закончим. В конце для вас сыграет Оливер. И увидимся в следующем видео. Спасибо огромное за просмотр. Всего вам самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok